Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Mazda CX-9 – это семиместный здоровяк, который выглядит эффектнее многих Ferrari. Давайте посмотрим, не разваливается ли эта машина на ходу. Итак, сейчас обо всем расскажем. Встречаем Mazda CX-9 второго поколения. Помните, как выглядела Mazda CX-9 первого поколения? Лучше и не вспоминайте, кто был страшный, дутый покемон. Но потом Mazda всем модельным рядом взялась за ум и начала выдавать очень эффектные автомобили. Нынешний стиль со здоровенной фальшрадиаторной решеткой культивируется с 2012 года и все еще имеет огромный потенциал. Не знаю, как вам, а нам кажется, что огромный кроссовер CX-9 обладает самым привлекательным дизайном. Эта машина не выглядит грузной, тяжелой. Есть в ее облике страсть и искусство, как в итальянских автомобилях, но наши обзоры не про красоту, а про реальную практику. А сейчас мы расскажем владельцам этих автомобилей и тем, кто хочет купить эту машину про все то, что поможет избежать каких-либо больших расходов либо же неприятных сюрпризов. Итак, поехали! Так, стоп! Прежде чем поедем, скажем, что вот эта вот тачка на данный момент продается. Ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. Лакокрасочное покрытие Mazda очень тонкое и легко пробивается камушками, а также легко царапается даже при самых щадящих мойках. На переднем крае крыши нету резиного молдинга и поэтому это место пробивается камнями, а затем вот эти вот сколы рыжеют и даже вспучиваются по-хорошему всю фронтальную проекцию. Mazda надо защитить антигравийной пленкой. Мы не первый раз делаем обзоры на кроссоверы Mazda, так вот Mazda CX-5 двух поколений запомнилась нам тотальной, хотя и поверхностной коррозии днища. Реагенты делают свое дело. Два-три года ржавеют подрамники, ржавеют днища, ржавеют детали подвески. В общем, коррозия первые 5-7 лет будет только проступать на днище, и стоит его защитить специальным антикоррозийным составом. Также, как на кроссовере CX-5, на старшем CX-9 бывают случаи корродирования сервоприводов, открывания задней двери багажника. Краска вспучивается как снаружи корпусов, так и ржавеют внутренние штоки. Из-за этого дверь распахивается и опускается со скрипом. Но чаще через пять лет эксплуатации обрывается проводка к сервоприводам. Она рвется в гофре, а также обрыв может случиться внутри самого сервопривода. Как на многих Mazda, на CX-9 есть проблема с механизмом складывания зеркал. Обычно зеркала перестают открываться и закрываться осенью-весной. А причина в том, что из пластикового шарнира вымывается смазка, и тогда моторчик в сервоприводе на сухую не может разложить или сложить зеркало. Для решения данной проблемы Mazda выпустил уже третью ревизию ремкомплекта. Перед установкой желательно добавить в него побольше консистентной смазки, потому что мы знаем, что на сухую это плохо. Ну а теперь давайте быстренько взглянем на салон Mazda. Он симпатичный, качественный и рассказывать про него особо нечем. Под капотами Mazda CX-9 один безальтернативный мотор. Рядная четверка 2,5. Турбо. Легкосплавный блок, цепной привод ГРМ, впрыск непосредственный, степень сжатия 10,5 к 1. И в отличие от атмосферных Sky Active G этот двигатель не работает по циклу Миллера. Выдает 231 л.с., а если машина приехала из-за границы, то все 250. Турбина у него одна-единственная, но отработавшие газы к ней подводит любопытный выпускной коллектор типа 431. То есть четыре канала объединяются в три, а затем в один общий уже после турбины. Таким образом улучшается и продувка, и не допускается противодавление газов, выбрасываемых соседними цилиндрами. Впускной фланец горячей части турбины имеет три впускных клапана. Вообще обычно у всех турбин один канал для подвода отработавших газов или два у турбин типа твинскролл. Итак, в этом турбомоторе Mazda выпускные газы поступают на крыльчатку турбины по трем каналам. Причем каждый из трех этих каналов разделен еще на два – очень узкий и полноразмерный, который перекрывается отдельной заслонкой. Собственно, все три больших канала перекрывает общая заслонка. Такой механизм с заслонкой просто изменяет сечение каналов, по которым газы проходят к турбине. Если вы спросите, почему нельзя сделать обычную изменяемую геометрию, то сообщаем вам, что на турбинах бензиновых двигателей практически никогда нет изменяемой геометрии. Это про дизельные двигатели. Да, буквально на паре штук бензиновых моторов есть изменяемая геометрия. Если вы знаете, о каких моторах идет речь, обязательно напишите в комментарии. Заслонка геометрии открывается вакуумным актуатором, а перепускная заслонка в горячей части турбины открывается электромеханическим сервоприводом. Так вот, вас, наверное, интересует надежность этого мотора. Этот двигатель выпускается с 2015 года и каких-либо проблем с ним не случается совсем. То есть надежность у него выдающаяся. Цепь в приводе ГРМ запросто служит 200 тысяч километров. Еще при таком пробеге могут попроситься на замену катушки зажигания. Оригинальная стоит 130 долларов, но есть заменители по 30 долларов. Также есть редкий случай протекания одной из форсунок. Оригинальная стоит 330 долларов. И еще в очень редких случаях случаются трещины в ГБЦ. Но это на фоне откровенного перегрева этого двигателя. Все Mazda CX-9 второго поколения оснащены шестиступенчатым автоматом. Этот агрегат от компании Asin, который создан на основе трансмиссии U660. Действительно надежная, выносливая трансмиссия. Но владельцы тяжелых CX-9 могут ее ушатать за 100-150 тысяч километров пробега. Во-первых, не переносит этот автомат перегрева. То есть грязный теплообменник может поставить жирную точку в жизни этой трансмиссии. И стоит его поменять. Оригинальный теплообменник на рубеже 100 тысяч километров пробега. Плюс надо доукомплектовать систему отдельным радиатором охлаждения АТФ. Во-вторых, у этого автомата слабоват подшипник центральной опоры. Повышенные нагрузки вызывают люфт в нем, а затем и в пакетах сцеплений. И в-третьих, постоянная агрессивная езда изнашивает фрикционы в барабане Hi-Low. Фильтр этой трансмиссии доступен после снятия поддона. Менять его надо каждые две замены масла. А масло надо частично менять каждые 50 тысяч километров. На замену уйдет около 5 литров масла типа FZ. И не забывайте, что на данный момент вот эта вот красотка продается. Ссылочка по ней в описании к этому ролику. А также напоминаем вам, что в «АвтоСтронге» помимо отличных БУ запчастей, есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Нужны любые запчасти обязательно в «АвтоСтронг». А еще у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами в отличном состоянии. Так что, если нужен хороший байк, обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки тоже в описании. Ну что, мы на «АвтоСтронг» и продолжаем. Электромагнитная муфта подключения задней оси на CX-9 второго поколения слабовато и со временем начинает гудеть. У CX-9 это происходит примерно на пробеге в 100 тысяч километров, даже если этот кроссовер никогда не видел бездорожья. Дело в том, что в муфте изнашиваются оба ее опорных подшипника. Смазка высыхает, добавляются продукты износа и пакета фрикционов. Но чаще всего происходит другая ситуация. В муфту попадает вода. Дело в том, что из муфты с правой стороны выходит трубочка. На нее надет шланг, который тянется к полу багажника с правой стороны. Эта трубочка входит в самую нижнюю точку пола багажника и никак не прикрыта. Вода, которая собирается в багажнике из-за проливания или затекания во время дождя беспрепятственно затекает в муфту по шлангу. Вдобавок и редуктор может напиться воды через свой сапун. Он находится сзади, сверху, на редукторе. Он всасывает воду, если машина некоторое время постоит в достаточно глубокой луже. Если на панели приборов загорелась ошибка по полному приводу, то, скорее всего, оборвался провод питания электромагнита включения этой муфты и, как правило, под корень. Но эта неисправность ремонтируется. Зимой бывают такие ситуации, что даже небольшое количество влаги в муфте испаряется, а затем конденсируется и замерзает. В этот момент электромагнит примерзает к барабану муфты, а в момент движения его проворачивает. Так вот, в этой ситуации провода обрывают под корень уже в самой муфте. Теперь вернёмся к заднему редуктору. Он может загудеть по причине износа всех четырёх его подшипников. Это пара подшипников входящего вала и пара одинаковых подшипников ведущей шестерни. Проблема в том, что оригинальные подшипники шариковые, а не роликовые. Да и качество их оставляет желать лучшего. Помимо гула, верный признак износа подшипников дифференциала – это вытекание масла по сальникам задних приводов. В общем, если что-то на днище этого кроссовера загудит или появятся пинки и подёргивание при трогании и поворотах, то надо ехать на сервис для замены подшипников. По данному вопросу есть специализированные мастерские. Скорее всего, они заберут вашу муфту и редуктор и установят отреставрированные. Обратите внимание, чтобы в редуктор были установлены добротные роликовые подшипники. С ними муфта задней оси, скорее всего, не загудит никогда. Ну и ещё. В заднем и угловом редукторе можно менять масло. Одной литровой банки масла Mazda SG-1 хватит для замены масла в обоих редукторах. Многие владельцы кроссоверов Mazda CX-9 второго поколения сталкивались и сталкиваются с биением тормозных дисков. Дело в том, что оригинальные заводские тормозные диски слабоваты и при одном-двух резких торможений при высокой шоссейной скорости деформируются. Часто эти диски меняли по гарантии, но, естественно, опять при резком торможении они деформируются. Есть несколько вариантов более выносливых неоригинальных тормозных дисков. Некоторые владельцы Mazda CX-9 второго поколения устанавливали тормозные механизмы с шестью поршнями, например. Подвески у этой Mazda нет откровенно слабых мест, но ее детали ходят меньше, чем у более легкого CX-5. Оригинальный рычаг передней подвески стоит 600 долларов за штуку, но можно по неоригиналу найти шаровую за 20-30 долларов. Отдельно детализируется еще передний сайлентблок, который стоит примерно 30 долларов. В общем, замена рычагов понадобится где-то при пробеге в 100 тысяч километров. Стойки переднего стабилизатора выхаживают около 40 тысяч километров, а стоят не более 35 долларов. В задней подвеске четыре рычага. Оригинальные сайлентблоки к ней отдельно от рычагов не продаются, исключение сайлентблоки верхних рычагов бумерангов, которые стоят по 30 долларов. Продольные рычаги в сборе стоят до 200. Ступичные подшипники для Mazda CX-9 продаются только в оригинале, и заменителей у них нет. Передние ступичные подшипники стоят по 450 долларов за штуку и могут выйти из строя при пробеге в 100 тысяч километров, если владелец летает на скоростях намного больше, чем 120 километров. Задние ступичные подшипники стоят по 300 долларов за штуку. Не забываем, что вот эта красавица на данный момент продается. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Ну что, Mazda CX-9 второго поколения – годный кроссовер, хотя и не самый популярный. Люди выбирают его за хорошую внешность, за приличный уровень комфорта и за огромный семиместный салон. Также надежность на приличном японском уровне. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот обзоры, то нам нужна обязательно ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».